Всем привет! С вами проект Ежи Ньюз. Предыдущая неделя получилась для Локомотива очень яркой. Были и грустные моменты, была очень долгожданная победа и итоговое второе место, которое позволит нашей команде сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов. Обо всех самых важных событиях я, как всегда, расскажу вам в заключительном выпуске проекта Ежи Новостей этого сезона. Началась неделя с грустной темы. Евгений Савин на своем ютуб канале Красава выложил ролик о том, как футбольные клубы заботятся, а точнее не заботятся о своих игроках. Самая пронзительная часть этого видео была посвящена Иннокентию Самохвалову. Он увидел нас, побежал, и я голову вниз опустила, поднимаю, он лежит уже на траве. Кеша, воспитанник Академии Локомотив, более того, два его старших брата также играли за Локомотив, за молодежную его команду. В последнее время Иннокентий играл за Казанку и иногда привлекался к тренировкам Соснова и даже попадал в заявку главной команды. Его не стало, когда во время карантина он вышел на индивидуальную тренировку на пробежку, не выдержало сердце. О том, что у Иннокентия Самохвалова есть проблемы с сердцем, в футбольном мире знали довольно давно. Однако казалось то, что эти проблемы давно позади, и теперь он проходит всяческие медосмотры и все под контролем. Как вы, наверное, помните в своих многочисленных интервью, Василий Кикнадзе неоднократно говорил о том, что клуб окажет всю необходимую помощь семье Иннокентия Самохвалова. О том, помог клуб или нет, Кикнадзе советовал спрашивать у самих родных. Мол, не гоже клубу хвастаться такими вещами. Это как бы само собой разумеющееся. Однако Евгений Савин не поленился и спросил. И оказалось, что в семье у Иннокентия Самохвалова отношение к помощи Локомотива вовсе не такое уж и однозначное. Сначала действительно был разговор, что они возьмут на работу с кеши на зарплату. Ну, потом как-то сказали, что так не получится. Я не берусь говорить о медицинских выкладках. Здесь наверняка есть две стороны. У каждой своя аргументация и своя правда. Но вот цинизм, с которым Василий Кикнадзе решил сэкономить на смерти игрока своего клуба, меня впечатлил. До конца своего контракта Иннокентий Самохвалов должен был получить 2,5 миллиона рублей. И в первоначальном телефонном разговоре Василий Кикнадзе пообещал, что эта сумма будет выплачена семье игрока. Кеши по контракту, до конца контракта должны были выплатить 2,5 миллиона. И вам выплатили ее значительно меньшую сумму. Клуб предложил выплатить. Сначала это озвучили чуть больше, но потом остановились на меньшей сумме. И ее выплатили. Но затем оказалось то, что деньги эти для клуба неподъемны и будет выплачено меньше. Насколько меньше, в ролике не говорилось. Но по данным инсайдерам, примерно на полмиллиона. И правда, почему бы эти деньги не потратить на что-то более важное? Например, на оплату штрафов. Комиссия по этике РФС оценила жест Кикнадзе в 300 тысяч рублей. Еще 150 тысяч Локомотив должен заплатить за нарушение регламента возобновления чемпионата в матче с Уфой. Что бы это ни значило. И да, конечно, клуб никому ничего не обязан. Не обязан покупать квартиру. Не обязан устраивать жену на работу. Не обязан даже эту самую компенсацию платить. Но как и в случае с Тарасовым, это просто показывает о том, что никакой семейственности в нашем клубе нет и не будет. Есть только цифры. Когда надо зеленые, когда надо красные. Заплатить агентам за 2019 год 63 миллиона рублей больше, чем когда-либо. На это у Локомотива деньги есть. А вот купить квартиру нуждающейся семье воспитанника, игравшего за ваш клуб, хотя вы знали, что у него есть проблемы с сердцем. Извините, на это денег нет. И стоит ли тогда удивляться, что из клуба бегут воспитанники, не готовые играть за такую букву L на груди. Циничную и расчетливую. На днях ушел еще один, сборник 2004 года рождения Георгий Тунгулияде. Он теперь будет играть за Спартак. Ну а добро в этом мире все же есть. Зрители канала Красава собрали для семьи Иннокентия Самохвалова 10 миллионов рублей. Это должно хватить для покупки нового жилья. Отдел грустных к футболу. Локомотив завершил свой тяжелейший марафон игр, идущих одна за другой без передышки. Финальным боссом стал ЦСКА, который набрал отличную форму после того, как вернулся с родных полей главный тренер Виктор Гончаренко. Матч решал все для обеих команд. Локомотив в случае победы мог отсечь ЦСКА от числа претендентов на вторую строчку. ЦСКА же было очень важно победить для того, чтобы продолжить борьбу за попадание в Лигу Чемпионов. К игре с ЦСКА у Локомотива наконец поправились все, кто мог поправиться. Нашелся Гильермия, восстановился Дмитрий Баринов. И Николич внезапно вернулся снова к лекалам Палыча и сыграл по схеме 4-1-4-1, по которым мы проводили, наверное, лучшие свои матчи в этом сезоне. В роли единственного опорника выступил Станислав Макеев, в то время как Мурило составил пару черлуки в центре обороны. Если честно, мне такое распределение ролей не очень нравится, ведь Мурило продолжает совершать по одному косяку в центре обороны примерно каждый матч, что очень серьезно обесценивает его вклад в игру. В то время как на позиции опорника его ошибки будут маскироваться подстраховкой, а сильные стороны выйдут на первый план. Ну а Стас Макеев одинаково стабилен как на позиции опорника, так и на позиции центрального защитника. Ну а остальной состав вы можете назвать даже с закрытыми глазами, он у нас особо не меняется. Весь первый тайм игра шла на встречных курсах, стоило одной команде что-то создать у чужих ворот, как вторая тут же отвечала тем же. Переломными стали два момента с участием Эдера. В одном из них он получил по ногам от Игоря Дивеева внутри штрафной, и Алексей Миранчук крайне хладнокровно посрамил меня, безукорызненно исполнив пенальти с остановкой на шаге. Во втором Эдер не смог побороться за мяч и упал, схватившись за внутреннюю сторону бедра, точно так же как и в матче с Сочи, и точно так же попросил замену. Споры по Эдеру идут примерно столько же, сколько португалец сыграет в нашей команде, но по-моему это первый матч, в котором разница игры с Эдером и без него была настолько отчетливой. Попытки сыграть с форвардом Жамалединовым или с форвардом Миранчуком привели к тому, что первые 25 минут второго тайма до выхода Фарфана Локомотив, кажется, ни разу вообще не перешел на половину поля ЦСКА. Армейцы давили-давили, давили-давили и в итоге додавили. Ошибка Макеева при опеке Влашича, голевая срезка Мурила и счет стал 1-1, вполне приемлемый для ЦСКА с надеждой на то, чтобы додавить соперника в концовке. Однако к этому моменту на поле уже был Фарфан, поэтому мы стали наконец-то отвечать своими контратаками. В одной из них Крыховик мог забить, а в другой на 91-й минуте Евгений Турбин назначил судьбоносный штрафной. К мячу подошел Алексей Миранчук, навесил на Чурлуку, который пробил в руки Акинфееву. Казалось бы, момент на этом закончен. Но вездесущий Вар обнаружил, что между ударом Чурлуки и моментом, когда мяч прилетел в руки Акинфеева, вклинилась рука на Бабкина. Вторая попытка пробить пенальти для Алексея Миранчука и точно так же он отправил мяч уже в другой угол, снова без шансов для Игоря Акинфеева. Долгожданная победа после четырех ничьих, которая позволила Локомотиву вернуть ситуацию под свой контроль и отсечь ЦСКА от претендентов на вторую строчку. Ну а Алексей Миранчук забил еще два мяча. Теперь у него их в этом сезоне уже 16 и 7 в последних 7 матчах. Весь Локомотив за эти 7 матчей забил 8. В воскресенье все болельщики Локомотива прильнули к экранам на матч Краснодар-Динамо. В случае потери очков краснодарской командой они лишались шансов на то, чтобы занять второе место. Динамо выставило очень странный состав, словно бы тролли быков. В старте вышло примерно столько же воспитанников, сколько у Краснодара за весь сезон. Но опасения за Динамо оказались напрасными. Краснодар этим летом представляет настолько душераздирающее зрелище, что даже непонятно, как они будут играть в следующем сезоне. Перерыв совсем небольшой, а прямо сейчас они демонстрируют едва ли не худшую в российской премьер-лиге игру. В общем, сдержанное ликование появилось на 19-й минуте, когда Матвей Сафонов заработал свою красную карточку и усилилась с голом Грулева. Ну а завершилось открытием шампанского на 90-й минуте, когда Жуазиню поставил точку в этом матче. Локомотив в групповом этапе Лиги Чемпионов третий сезон подряд. Еще неделю назад я беспокоился о том, как бы Локомотив не упал в Лигу Европы. А теперь празднуем выход в групповой этап Лиги Чемпионов за тур до конца. Ох уж этот посткоронавирусный футбол. Ну и надо похвалить команду, они молодцы. И футболисты, которые терпели и боролись до конца, завоевывая самые важные очки в концовках матча. И, конечно, тренерский штаб Николича. Они не стали ничего менять и доползли до второго места по старым лекалам. Но дальше будет гораздо тяжелее, и усиление Николичу нужно точно так же, как нужно было Юрию Семину. Локомотив, вероятно, окажется снова в четвертой корзине и встретится с командами явно больших возможностей. Только на этот раз у нас еще и, может быть, и Мирнчука не будет. Однако из трансферов на вход мы можем пока с уверенностью говорить только о Жасуре Жалаледдинове, таланте из Узбекистана. В целом могу только порадоваться за такие подписания. Для того, чтобы находить жемчужины, нужно хотя бы их пытаться искать. Смущает только цена за юного узбекского легионера. Изначально озвучивались 350 тысяч евро, и это адекватно за молодого футболиста с неизвестным потенциалом. Но вот по последним слухам 350 уйдет только в Бунеткор, а всего Локомотив заплатит более миллиона евро. И остальная часть, конечно же, пойдет агентом. В агентах, кто бы вы думали, хороший друг Василия Кикнадзе Юрий Белоус, который уже успел дать комментарий о том, что Жасур Жалаледдинов гораздо круче Жуао Марио и в ближайшие годы будет определять игру Локомотива. Звучит, прямо скажем, неоднозначно и угрожающе. Значит, могу сказать, что Василий Кикнадзе это очень грамотный, это топ-топ-менеджер. В общем, поздравляю всех с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов и серебряными медалями. Это был очень странный сезон, но все же мы вновь оказались в числе лучших команд Европы. Лично я надеюсь, что к октябрю откроют границы и можно будет съездить на евровыезд, как в старые добрые. Ну и, конечно, не стоит забывать про юношескую лигу УЕФА. За ней мне не менее интересно наблюдать, чем за основной. Как я сказал в самом начале, это завершающий выпуск проекта Ежиньюз. Далее я возьму небольшой творческий отпуск и вернусь чем-нибудь новеньким в следующем сезоне. Стримы остаются как прежде, поэтому связи не теряем. Спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии и подписки. Это очень мотивировало в моей работе. Ну а с вами был Тим. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok